Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Утро пятницы 2 декабря началось с хороших для украинцев и всего цивилизованного мира новостей. В далеком от фронта российском приморье разбился МиГ-31, являющийся, как известно, носителем псевдогиперзвукового оружия кинжал. Местные жители сняли видео горящих обломков. Говорят, в полете сгорелся двигатель. В пресс-службе Восточного военного округа заявили о технической неисправности, что полет выполнялся без боекомплекта и что самолет упал в безлюдном месте. Однако пока что о версиях можно умолчать, ведь не ожидаем же мы, что местные власти четко расскажут нам о том, что на самом деле произошло. Как любит повторять главком украинских сил Валерий Залужный, это не ВСУ. Ну что ж, горевшие в среду резервуары с нефтью в соседней с Украины Брянской области, это, конечно, тоже не ВСУ. Ведь пожар площадью 4000 квадратных метров это не какая-то катастрофа, а инцидент из череды событий, которые в последние недели и месяцы стали рутиной для россиян. Ну а если серьезно, то, конечно, важна не причина сегодняшнего крушения МиГа, а результат. Минус одна боевая машина способна терроризировать украинское гражданское население. Пилот, правда, спасся, так что теоретически этот потенциальный убийца еще может однажды оказаться в белорусском небе, чтобы продолжить тренировки уже там, а не на Дальнем Востоке. Но, как минимум, на некоторое время этот вурдалаг, а никем иным этот боец Путина, конечно, и не может быть, выведен из строя. Этот инцидент, безусловно, является большой проблемой для России, потому что штучным товаром являются как натренированные российские пилоты, так и сама модификация этого истребителя под названием МиГ-31К, которая предназначена для ударов кинжалами. Другое неприятное для российских террористов новостью стало их предполагаемое знакомство с новым вооружением украинцев. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в пятницу оставил по этому поводу загадочный комментарий. Цитирую. «Сегодня что-то новое летало по оркам на юге, и это прекрасно», сказал он. Остается только понять, каким именно предрождественским сюрпризом решили обрадовать в ИСУ своих оппонентов. Может быть, турецким Хаймарсом. Может быть, новыми воздушными дронами Камикадзе. Может быть, новыми высокоточными ракетобомбами, известными под аббревиатурой GLSDB и летающими на расстояние до 150 километров. Все эти и многие другие новинки либо вот-вот должны были поступить на вооружение украинской армии, либо уже поступили. Ну а противник пускай гадает, какой подарок ему упадет на голову завтра. Как бы то ни было, именно врагу даровано право первым ознакомиться со всеми этими новшествами. Ну а уж потом доходит до нас, скромных наблюдателей, которые видят, как горят орчие спины под украинским огнем. Остается и вопрос о том, куда именно был нанесен удар. Как раз в два ночи на 2 декабря возле временно оккупированного Мелитополя был слышен мощный взрыв. Да такой, что местные жители ощутили вибрации в своих домах. По их словам, детонации предшествовал свист летящий ракет. Позже в телеграм-канале Николаевский Ванек уточнили, что украинские защитники атаковали цель к югу от села Акимовка Мелитопольского района, где располагалось большое количество сил противника. В свою очередь, мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что, цитирую я его, оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут двухсотых и трехсотых в городскую больницу. О том ли самом ударе, о котором говорил Ким, пишет Николаевский Ванек и, соответственно, мэр Федоров. Или имеется в виду что-то другое? Пока не ясно. Однако я бы сейчас всем рекомендовал внимательно посмотреть на карту, где находится Акимовка правильно, к юго-западу от Мелитополя. А это более чем в 80 километров от линии фронта, которую контролируют украинцы. А это означает, что украинцы били по военному объекту оккупантов в Акимовке отнюдь нестандартными ракетами к Хаймарсам М-31, поскольку их дальность чуть более 80 километров, и этого недостаточно для того, чтобы покрыть соответствующее расстояние. Так что же это было? Все-таки вот те самые ракеты-бомбы от компаний Боинг и СААП, которые только сейчас пойдут в серию, или у украинцев наконец-то все-таки появились их ударные дроны дальнего следования? Ну что ж, в ближайшие несколько недель, вероятно, мы узнаем правду, когда мы увидим больше таких ударов по дальним тылам российских оккупантов. Ну а сейчас можно обратить внимание на следующий момент. Этот эпизод четко коррелирует с сообщениями об ухудшении ситуации для оккупантов на юге. Поступают сообщения о том, что агрессоры постепенно эвакуируются из Новой Каховки, а на левом берегу Днепра у них начали возникать большие проблемы с боеприпасами из-за непрекращающихся высокоточных ударов в ВСУ по логистике противника. Эту задачу украинцам помогает решать дальнобойная высокоточная ракетная и ствольная артиллерия, а также рельеф, возвышенность, которая упрощает стрельбу по противнику и наблюдение за его передвижениями. Схема, успешно испытанная украинцами в прошлом, продолжает с успехом работать и сейчас. Постепенное выжигание склада с боеприпасами и линии подвоза провянта истощает врага, деморализует его личный состав и парализует его военную машину. Ожидаемый итог будет таким же, как ранее в Харьковской области, на острове Змеином и на правом берегу Херсонщины. Русские интервенты, изможденные и загнанные, побегут сами, не дожидаясь, когда украинцы будут штурмовать левый берег с помощью передаваемых им американских катеров. Все это соответствует общему тренду. Российская террористическая саранча продолжает нести колоссальные потери. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки эти потери составили очередные 650 человек личного состава убитыми. Ну а потери их военной техники, как это и происходит в последние несколько недель после отступления саранчи с Херсона, по-прежнему сравнительно невысокие. Объяснение у нас все то же, что и прежде. Это не русские оккупанты стали хорошо воевать, это они просто заканчивающуюся у них технику стали меньше использовать, а больше пехоту без всякой брони, что и ведет к дисбалансу в сторону огромных человеческих лишений путинской саранчи. Более того, в ноябре по подсчетам Минобороны Украины потери россиян вообще оказались рекордными за все месяцы войны. Почти 17 тысяч убитыми. Ну а всего на этой войне русские оккупанты потеряли уже свыше 90 тысяч солдат. В настоящее время большую их часть Россия несет, естественно, под Бахмутом. Не спрашивайте о военно-тактическом смысле наступления россиян именно на этом направлении. Этого смысла там просто нет. Версия о выходе на Славянск едва ли может считаться оправданной, ведь учитывая, что захватчики продвигаются на 100 метров в неделю, до Славянска им придется идти несколько лет, даже если вдруг им удалось бы взять Бахмут, что на самом деле очень маловероятно. Единственное объяснение это то, что Владимиру Путину прямо сейчас позарез нужно доказать своему плебсу, что его войско способны захватить хоть какие-то территории. Ну а на востоке Украины удобно наступать только потому, что там у российских террористов более короткое логистическое плечо. Проблема русских захватчиков в том, что у ВСУ на этом направлении сверху укрепленные позиции и мощнейшее артиллерийское вооружение. Перейдите сейчас в мой телеграм-канал по ссылке в описании к этому ролику, чтобы увидеть, как именно украинская артиллерия вроде М-777 уничтожает российских оккупантов, бросаемых бездарным российским командованием, бездарным, к счастью для ВСУ, на убой под Бахмутом. Видео, снятое украинским дроном, который оснащен тепловизором, показывает, как российских захватчиков, пытающихся увернуться от обстрелов, настигают один за другим артиллерийские снаряды ВСУ. Эти кадры лучшая иллюстрация того, что именно происходит в этом районе боевых действий. Со стороны России это жуковская тактика Второй мировой, когда в бой бросается чистая живая сила без всякого подкрепления в виде военной техники. Ну а по трупам только что падших запускается новая волна, и так пока не сякнет человека ресурс. Израильский военный эксперт Сергей Ауслендер, который иногда выступает у нас в интервью, высказал уверенность, что ВСУ смогут начать выбивать врага на Донбассе после того, как российские части останутся без необходимого числа кадровых военных, которых сейчас перемалывает машина ВСУ. Вот как Ауслендер описывает происходящее в своем телеграм-канале. Артиллерия, которая у украинцев работает просто отлично, кроет россиян еще на подходах. Перебили одну волну, пошла другая, за ней третья. И так до наступления темноты. Оборона ВСУ прочная, арта работает по пристреленным целям, подходят резервы. Ладно бы у россиян в тылу стоял свежий моторизированный корпус, который в случае чего могли бы ввести на прорыв, но его нет, а резервы, преимущественно из мобиков, идут в бой с колес и без подготовки. Учитывая потери, скоро стройных подразделений, количество мобилизованных превысит половину. Тогда-то ВСУ и перейдут в контрнаступление. Так что все сразу посыпется. Подытоживаю. А часть его прогноза уже реализуется у нас на глазах. Как стало известно, в конце ноября ВСУ оттеснили российских террористов на два километра от Бахмута. Утром 30 ноября при поддержке авиации и артиллерии украинцы перешли в контрнаступление и южнее Бахмута. В результате им удалось выбить россиян из села Опытное и занять часть Иванграда, а также отбросить захватчиков от асфальтобетонного завода, что было подтверждено вражескими пропагандистами. Если украинцам удастся закрепиться на новых рубежах, то они полностью нивелируют даже те микроскопические успехи россиян, которых те добили в течение ноября, попутно, между прочим, обескровив свои силы. Американский институт изучения войны указывает в своем новом отчете, что Бахмут стал ловушкой для российской саранчи. Цитирую. Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что русские силы в корне не извлекли уроков с предыдущих компаний с большим количеством жертв. С конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, а за следующие шесть месяцев они добились прироста всего лишь порядка нескольких километров за раз, заявили эксперты. В результате продолжили они попытки оккупантов наступать под Бахмутом привели лишь к тому, что их живая сила и техника продолжают истощаться, а их группы нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах. Ну прям как в истории с Северодонецком и Лисичанском в начале войны, когда россияне ради двух малозначимых в стратегическом смысле городах истратили значительную часть сил, после чего начали сыпаться на всех других направлениях. В докладе института сказано, усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города, как это было в Лисичанске, сам Бахмут предлагает им мало что в смысле оперативных преимуществ. Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия этого города. С другой стороны, российские атаки вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи России, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах, резюмировали аналитики. Все это происходит на фоне истощения российских ресурсов в оружии дальнего удара. Давно ли вы что-нибудь слышали о тех же иранских дронах Шахет-136? Первая их партия уже истрачена, уверен спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, если Россия и правда заказала у Ирана таких дронов в количестве 1740 единиц, то в любом случае, полагает он, Кремль лишился возможности получать их. Почему? Здесь просматривается сразу несколько причин. И потому, что из-за новых санкций Иран просто не может производить эти дроны в необходимом количестве, и потому, что он их просто не хочет больше продавать россиянам из-за неэффективного использования. Благодаря поставленному Западом и Израилем оборудованию, украинцы научились их сбивать, ликвидируя до сотни процентов за раз. Иран вовсе не хочет впустую растратить на украинском фронте свои запасы Шахетов-136 и 131. Тагерану они нужны для создания угрозы Израилю и для экспорта в третьи страны. Тот факт, что украинцы теперь сравнительно легко расправляются с Шахетами, это самая настоящая антиреклама этим летающим мопедам, которые вряд ли будут иметь большую популярность даже на том же черном рынке террористов и автократий, на которой и ориентирован находящийся под санкционным давлением Иран. Не надо забывать, что принимая решение о продаже россиянам Шахетов, у режима Айитол изначально была конкретная задача. Проверить работоспособность Шахетов-131-136, чтобы затем понять, а стоит ли вообще их производить уже для собственных нужд, а также на экспорт. Ну и теперь выясняется, что в принципе такие дроны могут иметь лишь ограниченную функциональность в целях террора против плохо подготовленного противника. Это означает, что не только потенциальные зарубежные покупатели, но и сами иранские военные могут прийти к следующему умозаключению. А может и не стоит овчинка выделки? В конце концов, если уж они и планировали терроризировать такими дронами Израиль, то сейчас ясно, что для израильтян уничтожение Шахетов окажется задача куда более простой, чем отражение массированного ракетного обстрела со стороны террористов из той же газа. Обстрелов, которые происходят раз в несколько лет и, как знаем, перегружают систему ПВО железный купол. С другой стороны, если ставилась задача унизить Запад через унижение Украины вот этими волнами шахет-террора, то здесь все произошло ровно наоборот. Унижен оказался сам Иран, ведь на примере шахетов весь мир убедился в том, насколько низа технологический уровень военной машины Айатул. В общем, ничего кроме новых волн санкций и политической изоляции Тегеран в итоге не получил. И это как раз тот момент, когда с самым Иран уже третий месяц подряд не стихают масштабные антиправительственные протесты. Путин же мог в очередной раз убедиться, что его немногочисленные союзники, к коим он обратился из-за бессилия собственных технологических и производственных мощностей, едва ли способны оказать ему существенную помощь. А вот подложить свинью это вполне. И прямо сейчас это свинья верещит на весь участок. Посудите сами. Израиль, обеспокоенный возможным усилением Ирана на фоне его поставок дронов в Украину, перешагнул свое правило нейтральности и начал поставлять украинцам собственное оружие, пусть и через третьи страны. Ну а пару недель назад израильский чиновник и вовсе пригрозил Москве и Тегерану, что в ИСУ получат израильский вариант АТЭКМС, если Россия получит иранские баллистические ракеты. Шахеды, на которые российские информгопники делали такую ставку, как на оружие, которое способно переломить ход войны, сыграли ровно обратную роль. Пробудили Израиль от многомесячной спячки и мотивировали западные страны на то, чтобы передать украинцам большое количество разных вооружений против дронов, которые способны бороться отнюдь не только с шахедами, но и со многими российскими беспилотниками самых разных модификаций и классов. Постепенно подходят у Москвы и запасы ракет. Их все еще достаточно для нескольких волн ракетного террора, но какова эффективность такого террора мы видим воочию. Украинское население вместо ожидаемого Путина требования к своим властям о капитуляции перед Москвой лишь еще пуще сплотились перед ненавистным врагом. Ни волн беженцев, ни протестов против продолжения обороны, ни остановки функционирования подразделений в ИСУ на фронте не произошло от того, что российские террористы перевели Украину на периодические отключения света и тепла холодной зимы. Британская разведка заявила, что эффективность путинской стратегии по уничтожению критической инфраструктуры Украины оказалась неуспешна. И неуспешна она оказалась по двум причинам. Как говорится в отчете Минобороны Соединенного Королевства, во-первых, Россия уже использовала значительную часть ракет против тактических целей. Ну а во-вторых, материальный и психологический эффект от атак по критической инфраструктуре оказался меньше, чем если бы он проводился в начале полномасштабного вторжения, когда шок от ударов по городам усилился бы шоком от внезапного вторжения тысяч единиц военной техники на украинскую землю. Наконец усиливается и украинское ПВО благодаря западным поставкам в том числе. Да, не хватает Патриот, дискуссиями о которых западные лидеры продолжают джонглировать без всяких видимых результатов. Однако в то же время прекрасно показали себя Нессенс, бивающий 10 входящих ракет из 10. Для российского военного командования это означает одно. Им, то есть российскому командованию, приходится учитывать это при планировании очередной волны ракетного нападения. То есть недостаточно теперь запустить 10 ракет. Они будут сбиты. Приходится запускать по 50, 60, 70, даже 100 ракет одновременно. И даже такой налет не гарантирует, что удастся оставить Украину без света хотя бы на один день. Цена террора уже непомерно высока для Путина. Дело в том, что калибры морского базирования и ракеты типа Х заканчиваются, а новые не успевают строиться. Об этом свидетельствуют следующие факты. Первое. Украинцы все чаще обнаруживают обломки ракет, которые Россия произвела в этом году. А это означает, что у России не остается старых запасов. Они просто исчерпаны. Вот и приходится ей бросать в атаку то, что сошло с конвейера прямо сейчас. Второе. Полковник ВСУ Николай Данилюк сказал на что Россия начала применять сокровенные запасы ракет, изначально предназначенных для нанесения тактических ядерных ударов. Речь идет о ракетах Х-55. Опять же, в результате обнаружения обломков становится понятно, что россияне просто откручивают ядерные боеголовки у этих ракет и заменяют их на обычные. Если, конечно, ядерные вообще у них были. Если это не является очередным блефом. Что здесь сказать? Цена террора будет расти. Путин может в этом не сомневаться. Сегодня стало известно, что США ведут срочные консультации со своими ближневосточными партнерами, у которых они просят комплексы Нессенс для быстрой переброски в Украину. Ну а тем временем Пентагон только что профинансировал сделку на строительство еще шести комплексов Нессенс на сумму миллиард и триста миллионов долларов. Пошел и заказ Пентагона на новые Хаймарсы. В производство этих систем только что были вложены еще почти полмиллиарда долларов, чтобы через какое-то время эти машины были переданы украинским партнерам, у которых общее количество таких вот систем уже составляет порядка 50 единиц, если считать и американские Хаймарсы и европейские М270 разных модификаций, в том числе и вот те две французского производства, которые только что зашли украинцам. Как вы понимаете, это невероятная мощь, которая подпитывается при этом постоянным притоком боеприпасов. Она стала сущим адом для россиян, которые при одном упоминании Хаймарсов впадают в истинный трепет, как о том свидетельствуют те же аудиоперехваты. Кроме того, у россиян, похоже, закончились боеприпасы к градам и смерчам. То есть у них нету таких орудий, как вот Хаймарсы у украинцев. И это реальное достижение асимметрии в пользу Украины. Как видим, многоходовочка Путина хороша только тогда, когда с ним играют в поддавки, как это было в прежнее десятилетие. Зато, как только ему приходится сталкиваться один на один с цивилизованным миром, выясняется, что ни его шантаж, ни ядерный, ни холодом, ни голодом, ни его оружие, ни его псевдосоюзники не способны тягаться с западными вооружениями и с той же украинской нацией, готовой защищать свой суверенитет единым фронтом. Вот и остается Путину использовать единственный остающийся у него ресурс. Покорное, раболепное население России. Но ведь и оно не безграничное, как, впрочем, и его долготерпение. Оказалось, что Кремль продолжает фиксировать снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации. В распоряжение Медозы попали результаты закрытого соцопроса, проведенного ФСО, то есть Федеральной службой охраны по заказу администрации Путина и только для внутреннего пользования. Тайный источник, которого издание, естественно, не раскрывает, поделился результатами этого исследования. Так вот, выяснилось, что за мирные переговоры с Украиной сейчас уступают уже около 55% россиян, а за продолжение войны лишь каждый четвертый. Социолог Григорий Йодин в беседе с журналистом Медузы связал рост числа сторонников переговоров с мобилизацией, которая началась 21 сентября. По его оценке, осенью россияне столкнулись с тем, что он назвал, цитирую, разрушением повседневности и ощущением опасности. Другим аргументом для россиян в пользу переговоров Йодин считает, цитирую, потерю веры в победу из-за поражения на фронте и отсутствия убедительной теории того, как именно Россия собирается побеждать. Израильский бизнесмен Леонид Невзлин так прокомментировал ситуацию. Цитата. Вместо патриотического рвения и желания умереть за президента и мафию, жители России демонстрируют рост тревожности и жажду переговоров о прекращении войны. Сегодняшние данные ФОМ таковы. 59% опрошенных отметили, что среди их друзей и знакомых преобладает тревожное настроение, тогда как на 20 ноября, то есть всего 10 дней назад, таких было 56%. Он, то есть Путин, говорит Невзлин, и сам с похожим настроением, тревожности и желания переговоров. Путин во все стороны засылал гонцов, прося и предлагая поговорить о перемирии. Не сработало. Никто не хочет договариваться с главным военным преступником планеты. Все понимают, что переговоры – это необходимая ему передышка, чтобы собраться с силами и подготовить новое вероломное нападение. Путин зашел в тупик, и ему позарез необходимо из него выбраться, так как тупик заканчивается камерой в Гааге, написал бизнесмен в своем телеграм-канале. Вот только Путин, говорят источники, не отказался от попыток захватить Украину. Поэтому, по словам этих самых источников, зимой в России возможна новая волна мобилизации. Ну что ж, а у нас вновь возникает вопрос, который мы уже ранее задавали. Что быстрее закончится? Российское население или его готовность и дальше оставаться пушечным мясом, которое, как сказал недавно Путин, все равно бы померло от пьянства или ДТП? Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер, поддерживайте украинскую армию и при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Я бесконечно благодарен всем, кто оказывает нам помощь, потому что благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы и увеличиваем их количество и качество. До скорого!